Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Журавлёва Мария. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ открылись дискуссионные площадки казанских моделей ООН и ЮНЕСКО. В Казани открылась международная выставка машиностроения. Чемпионат по старитейлингу закончился выступлением участников. В КФУ открылись дискуссионные площадки казанских молодежных моделей ООН и ЮНЕСКО. Старт был дан в императорском зале университета. О том, как это было, наш следующий сюжет. Казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это ролевые игры, где участники выступают в роли представителей различных стран и отставят интересы своего государства, исходя из действующей политической парадигмы. Вопросы, рассматриваемые в рамках моделей, входят в повестку дня ООН и ЮНЕСКО. И таким образом здесь отрабатываются компетенции и реальные коммуникации, выдвижение обоснованных аргументов, доводов и постижение различных этапов переговорного процесса. Дискуссионные площадки своим выступлением открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. С напутственными словами к будущим специалистам в области международных отношений обратились генеральный консул КНР в Казани Уин Цинь, почетный консул Франции в Казани Андрей Ерчев, заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан по стратегическому развитию Елена Агеева. И, конечно, поприветствовали участников модели генеральный секретарь казанской молодежной модели ООН Елена Москвичева и генеральный директор казанской молодежной модели ЮНЕСКО Рушана Асадулина. В этом году завершаются года межорегионального сотрудничества Китая и Россия. Визиты и делегации Китая высокого уровня в альс-корту Казанске и Татарстан оказали позитивное влияние на оживление термого сотрудничества между регионами Китая и Татарстан. Как отмечают организаторы мероприятий, которыми выступают сотрудники и студенты Института международных отношений КФУ и юридического факультета КФУ, казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это уникальные площадки для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций и мнений. Имея за плечами огромный опыт участия в подобных моделях, у вас будут возникать определенные трудности. Будет казаться, что проблемы не решить, что у вас не хватает знаний, не хватает умений, информации. Но не забывайте, что если проблемы, которые стоят на поездке дня, касаются хотя бы одного человека на планете, то они касаются и каждого из нас. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Рустам Миниханов открыл в Казани 19-ю международную специализированную выставку машиностроения. Подробности смотрите далее в сюжете. В Казан Экспо прошло торжественное открытие 19-й международной специализированной выставки «Машиностроение и металлообработка сварка Казань». Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли Татарстана при поддержке президента республики Татарстан. Я низко мне благодарен нашим гостям, которые представляют 6 стран, 31 регион, 222 компании, которые откликнулись и приехали туда. Это одна из лучших площадок не только нашего округа, я думаю, и масштабов нашей страны, где мы можем выстроить наши отношения, расширить международную кооперацию. В рамках выставки проходит международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы 2019», а также конференция «Российские технологии и оборудование машиностроительного комплекса Республики Татарстан». Это форум, который включает в себя как практическую часть, связанную с выставкой, так и теоретическую, то есть более фундаментальную, это связано с конференцией. То есть у нас в рамках форума проходит еще конференция по как раз машиностроению металлообработки сварка, международной конференции. Мы ежегодно участвуем, мы организаторы этой конференции, ежегодно наши секции проводим, мы там секции, конечно, идет однозначно публикация в международных журналах. На выставке представлены металлообрабатывающие оборудование и технологии из двух десятков стран, а ее участниками стали 222 компании из шести стран мира, со многими из которых Казанский федеральный университет ведет сотрудничество. Эльвира Зорина, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел чемпионат по старитейлингу. В малом зале Уникса студенты представили свои выступления на тему «Я выбрал жизнь без курения». О том, как это было, в сюжете Камиля Гемоздинова. Термин «сторитейлинг» появился в России не так давно. В аналитическом отчете LinkedIn сообщается, что еще пять лет назад количество специалистов, у которых в профиле был указан талант к сторитейлингу, был минимальным. Но это не значит, что никто не рассказывал истории. Это в первую очередь маркетинговый навык, умение коммуницировать с потенциальными потребителями. И в то же время доносить до аудитории мысли структурировано. Именно этому и учились студенты КФУ на мастер-классах, предшествовавших финалу чемпионата по сторитейлингу. «Мы объявили заявочную кампанию, вступило большое количество заявок от студентов, они были отобраны, и отобранные участники, они прошли образовательный модуль. У нас был очень крутой спикер, спикер, который выступает бизнес-тренером очень многих именитых людей. Он согласился поучаствовать в этом проекте, Руслан Скорпов, и он же, собственно, проводил обучение по сторитейлингу». Финал чемпионата прошел 3 декабря. У участников был месяц для подготовки к нему. Они проходили мастер-классы по искусству написания историй и публичному выступлению. Общались на консультациях с экспертами. И все это ради своей минуты славы на сцене малого зала КСК КФУ «Уникс». «Я в целом очень довольна проведенной работой на чемпионате. Мы включала в себя несколько мастер-классов по ораторскому мастерству, также зачетные мероприятия, зачетный урок, где мы рассказывали свои сообщения, спикинги трём мастерам, и уже по итогам этого зачета нас приглашали на финал». «Ох, господи, вообще, я не знаю, у меня очень смешанные ощущения, потому что, во-первых, это всё-таки такое масштабное, серьёзное событие, собрался буквально весь институт, и также для меня особо волнительно, что я выступаю самая последняя вне конкурса». Участники проекта рассказывали истории из своей жизни, открыто выражали эмоции и с помощью специальных техник всё-таки смогли погрузить зал в нужную атмосферу. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитяров, Универньюз. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный директор фонда «Русский дом» в Барселоне Анна Силюнас. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл генеральный директор фонда «Русский дом» в Барселоне Анна Силюнас. В связи с знакомство с университетом гостья начала с музея истории. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов правил презентацию Казанского федерального университета и отметил, что в стенах вуза были сделаны открытия мирового значения. Здесь также учились великие люди – Толстой, Ленин, Лобачевский и многие другие. Гостья с интересом прослушала экскурсию и познакомилась с богатой историей вуза, его структуры и приоритетными направлениями развития. Здесь происходит, просто действительно творятся великие дела. И начиная с истории создания, все, что на сегодняшний день происходит в университете, этот объем колоссальный, знаний, информации, сотрудничества. На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. У нас есть много вариантов для сотрудничества, так что мы будем смотреть на разные направления. Это и обмены, это и форумы, это и выставки, это и образовательные истории. Так что я думаю, что сейчас постепенно будем начинать. Ученые КФУ разработали генетический тест для оценки потенциала развития быстроты человека. Исследования были проведены с участием футболистов клуба «Борнмут» английской премьер-лиги. Ученые КФУ разработали генетический тест для оценки потенциала развития быстроты человека. Исследования были проведены с участием футболистов клуба «Борнмут» английской премьер-лиги. Сотрудничество с Казанским государственным медицинским университетом и иностранными коллегами из Англии, Японии, Польши и Бразилии. Исследование проводилось на нескольких этапах. На первом этапе мы обнаружили ДНК полиморфизмы, которые ассоциируются со скоростью бега у футболистов футбольного клуба «Борнмут» английской премьер-лиги. На втором этапе для исключения ложноположительных результатов мы провели исследование с участием российских и японских элитных спринтеров, элитных, занимающихся спортом. Это из российской популяции, японской популяции и польской популяции. Тест включает в себя 16 генетических маркеров быстроты, которые позволяют оценить потенциал развития быстроты. Соответственно, тест будет полезен детям, родители которых хотят узнать, предрасположен ли их ребенок к видам спорта, где нужна быстрота. В таких видах спорта, как короткие дистанции в беге, плавании, гребле, велоспорте и в некоторых игровых видах спорта, Тест сделает оценку потенциала развития базовых качеств, быстрота, выносливость, сила, ловкость и гибкость. Адрина Гарифульна, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!